Очевидно, что работу и труд этого человека переоценить невозможно. Даже в богатом русском языке не хватит метафор и эпитетов для того, чтобы в полном мире раскрыть масштаб этой личности. Человек-легенда, который создал не только кардиологию, а медицину в целом, которую любили и уважали во многих странах мира. Неуёмный учёный, который создал огромное количество препаратов, в том числе тромболизис и, что важно, скорую медицинскую помощь. Чуткий и, что очень важно, честный организатор, для которого во главе угла всегда был пациент и врач. Человек, который боролся всегда за мёд и в итоге получил Нобелевскую премию. В преддверии большого праздника, юбилея, 90-летия академика Евгения Иванович Чазова, мы решили сделать интервью не просто с сотрудником кардиоцентра, а с дочерью легендарного человека. Ирина Евгеньевна, Евгений Ивановича все знают как великого руководителя, замечательного врача, учёного, но очень мало представления как папа, как муж, как дедушка. Расскажи чуть побольше, потому что только вы можете нам раскрыть эти тайны, эти карты про Евгения Ивановича, каков он вообще в жизни. Можно я пропущу ваш вопрос по поводу того, какой папа был муж? Пусть на это ответят другие люди. Но, к сожалению, хочу сказать, что папа был трижды раз женат, и все жёны его скончались. И с каждой своей жёной он поддерживал хорошие отношения, даже с бывшими, всегда помогал им. И вот это тоже, наверное, искусство, поддерживать с бывшими жёнами хорошие отношения. Тоже о многом говорит, о папином характере. Папа, он был хороший, я много раз об этом говорила. Дело в том, что папа был очень занят. Конечно, я думаю, что, с одной стороны, если бы папа был, как это говорят, простым врачом, он бы больше времени физически меня мог бы уделить. Но зато папин интеллект и папин образ жизни очень много меня научил как бы заочно. Потому что я видела, как папа честно работает, как он относится к своим пациентам, как он относится к науке. И вот такой живой пример папы, я считаю, что это самая большая школа, которую я прошла, школа жизни. А папа удивительно дипломатичный человек. И характер мой был вспыльчивый, особенно по молодости, но и сейчас тоже так бывает. И вот то, что мне папа говорил, как надо себя вести с людьми, как надо общаться, это мне очень помогло в жизни и, в общем, направило меня на правильный путь. А папа полиглот, он очень много читает книг. И я уже говорила тоже в своих предыдущих интервью, что мне кажется, что папа прочитал все книжки на свете. Сейчас, наверное, уже не так. Всякие водолазкины, Устиновы появились, которых папа не читал и не знает. А раньше российскую классику, поэзию он знал отлично. Он мог цитировать Амара Хаяма и другие стихи. Он очень к месту делал свои замечания именно в стихотворной форме. Мне это всегда поражало. Не могу сказать, что папа был суровым. Нет, он никогда не был суровым. Он даже, скорее, был слишком мягким и демократичным. Но, наверное, он очень тонко чувствует людей и тонко чувствует ту грань, за которую нельзя переходить. Что можно позволять, а где, надо уже твердо сказать нет. И особенно это проявилось, наверное, не со мной, а с моей дочерью, с которой он, как ни странно, больше общался. И даже, наверное, больше в нее вложил. Они вместе ездили отдыхать. Оля, дочка, сопровождала его в путешествии. Даже работала у него переводчиком с французского, с английского. В общем, помогала папе в его представительской деятельности. И потом она приезжала. Молодая девочка, 14-15-16 лет. И захлеб мне рассказывала про дедушку, как они с ним ходили, общались, сколько он всего ей дал. Ну, а внучка, правнучка папина Ира, наверное, это та женщина, которую папа любит больше всех на свете. Потому что он присутствовал при ее рождении, он первые годы жил с ней. И, наверное, вот ту любовь, которую он не смог донести до меня, до дочки, он все ее отдал внучке Иришке. И она, конечно, обласкана. Вот ей сейчас позволяется все. Она абсолютно купается в папиной любви. Вот такой вот папа дедушка, прадедушка чудесный. И мы его очень любим и очень желаем ему, все его девочки, и дочка, и внучка, и правнучка, долгих лет жизни, здоровья, всего хорошего. Рентгенна, мы, с одной стороны, живем в удивительное время, во время, когда есть огромное количество информации, с другой стороны, с этой информацией непонятно, что делать. Включить рентген. Мы живем в удивительное время, когда, казалось бы, информации много, а анализа стало мало. Не так давно я услышал от одного блогера, что, дескать, образование уже не нужно, можно учиться дистанционно, что русский язык нам уже не так и важен. Вы знаете, как-то чудовищно слышать это, особенно, когда ты тоже являешься учеником Евгения Ивановича, который цитировал совершенно свободно Лермонтова, Некрасова, который прекрасно разбирался в живописи. Вот разве так можно говорить? Ведь та школа, которую, мне кажется, создал Евгений Иванович, это уникальная школа, которой мы должны придерживаться ее. И, так сказать, как слоган в первом меде, вот не забывайте про свои корни. Да, я с вами совершенно согласна. Конечно, образование сейчас трансформируется и не в лучшую сторону. Мне кажется, что есть какие-то основы, которые не надо забывать. И я очень рада, что папа всю свою жизнь, он свое искусство врачевания совмещал с такой жизнью, хотя не было возможности это делать в большом объеме, но с жизнью вне медицины. Он был очень дружен с представителями искусства, с Михалковым, с многими известными артистами. Он ходил в театр. И я считаю, что человек должен развиваться гармонично. При всей своей занятости папа находил возможность читать современные книги и интересоваться музыкой, и театром, и кино. И я считаю, что это надо сохранить. Человек должен быть гармонично развит. И поэтому я думаю, что если мы сохраним такое представление, а врачи будем воспитывать врача именно как гармоничную личность, а не только человек, который может дать таблетку и сделать нужный анализ, это будет правильно. У Евгения Ивановича практически лирический тенор. Он очень любил и любит, я полагаю, петь. Какие любимые произведения? Как вы вспоминаете? Ой, папа до сих пор он любит очень романсы. Обожает романсы, украинские песни, русские народные песни. Вот это тот репертуар, который у него хорошо выходит. Неспроста мы сегодня у вас, поскольку вы не просто дочь, но вы проработали с Евгением Ивановичем достаточно длительный период времени, выросли вместе с ним. И вы непосредственно знаете, что такое быть руководителем, поскольку являетесь в данный момент сами руководителем, и что такое возглавлять институт. Надо отметить, что Евгений Иванович всегда отличался не просто хваткой, но и был всегда крайне справедливым человеком. И всегда делал поступки во имя пациента и во имя врача. Вопреки всем требованиям, которые были у государства. Как ему это удавалось? Наверное, папа был и остается отчаянным человеком. Он очень сильная личность. Он мне рассказывал, что несмотря на свои травмы, которые он получал в командировках, он выходил с докладами, он выступал, он продолжал работать. И вот это преодоление боли, каких-то препятствий физических. И очень часто у него были случаи, когда ему приходилось преодолевать моральную сильную боль. И говорят о нем как к тильному человеке. Я вспоминаю, как бабушка Саша скончалась внезапно. У нее была тромбоэмболия легочной артерии. Она несколько дней была в реанимации и потом ушла из жизни. А у папы было очень важное совещание. И несмотря на то, что бабушка, папина мама, она лежала в реанимации, потом скончалась, папа, даже никто не заметил, что у него такое горе в семье. Вот, наверное, стойкость такая помогает ему в решении очень многих проблем. Если говорить про Евгения Ивановича как про министра в продолжении разговора, то он принимал большое количество достаточно судьбоносных решений. Но, опять же, повторюсь, эти все решения были исключительно во благо медицины. Он прошел через большое количество всех глав нашего государства, разных министров, проходил разные уровни становления и, тем не менее, остался человеком. Вот когда говорят про Евгения Ивановича, я его сравниваю, пожалуй, с Трапезником, Бураковским, Чазовым. Но это та плеяда уникальных академиков, которые всегда отставили свое мнение. — Да, вы знаете, способность не прогибаться перед сильными мирами сего и в то же время уметь доносить до них свою точку зрения так, чтобы это не вызвать у них оскорблений. Это великое искусство дипломатии. Наверное, мало кто может этим похвастаться. Папа был именно таким великим дипломатом. Он очень хорошо чувствовал собеседника, знал, когда нужно отступить на один шаг. Когда не надо бороться с ветряными мельницами, а когда есть хороший шанс именно добиться своего. Вот это вот такая супердипломатия, это какое-то искусство совершенно фантастическое, для меня непостижимое, позволило папе в те сложные годы, да и потом, в общем-то, находиться, и быть и живым, и сохранить свои посты при очень разных советских, потом и российских лидерах. Как вы считаете, возможно, это какой-то незыблемый внутренний стержень, который есть и был всегда Евгений Иванович? И может быть, этот стержень он передал и в семью, в том числе и вам? Я надеюсь, что частично он передал этот стержень мне, но, наверное, мужчине быть со стержнем легче, чем женщине. Знаете, в нашем обществе как-то к женщине отношение немножко другое. Да, я думаю, что это стержень. Плюс я уже говорила, что папа был большим дипломатом, и он знал, когда этот стержень нужно держать в себе, а когда лучше проявить гибкость, и, может быть, пойти на некоторый небольшой компромисс ради достижения какой-то главной цели. Евгений Иванович – человек с чудесной самоорганизацией. Более того, некоторые его называют суровым. Это, наверное, неправильный термин в силу того, что он никогда не повышал даже голос, насколько я знаю. Суровость, наверное, проявлялась в том, что он всегда очень педантично подходил, в том числе и к времени, к приходу на работу, и при этом, при всем, на протяжении более 40 лет его обожал весь коллектив кардиоцентра. Вот при нынешней текучке кадров, как ему это удавалось? Ой, трудно сказать, не могу ответить на ваш вопрос. Но мне кажется, что у папы какие-то есть внутренние часы, потому что он настолько чувствует время, что может рассчитать и свои выступления до минуты, до секунды, чтобы они именно заканчивались в тот срок, который ему отведен. И так распланировать свой день, что он из-за того, что он так хорошо организует его, может выполнить столько дел, сколько другим не под силу. И вот этот талант, который мало кому дан, именно вот четкая организация своего труда, я думаю, что это вот тот стержень, о котором вы говорите. И все-таки я считаю папу гениальным человеком. И вот суперорганизованность его — это тоже проявление его гениальности, неординарности. Вообще, если говорить о папе, папа очень сложный человек, как все гениальные люди. Но вот какой-то дар предвидения, дар врачевания, это то, что, наверное, нельзя воспитать. Это то, что дает тебе Бог как награду. И я очень рада, что папа был хорошо одарен Богом, но все свои черты, эти способности он развил в себе благодаря своей работоспособности и другим очень важным качествам. Я хочу сказать, что вам одно качество совершенно точно передалось. Вы знаете практически каждого сотрудника в кардиоцентре. Евгений Иванович тоже знал. Более того, меня всегда удивляло, как можно было запомнить и знать по имени отчеству сотрудников. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, что совершенно бешеная текучка кадров, он знал каждого и умел людей еще не просто объединять. Он сдруживал людей, если можно так сказать. Вот как все-таки ему это удавалось? Потому что огромное количество разных совершенно отделений, разная специфика работы, разные характеры. И тем не менее все уживались и все любили то, что делали. Ну, опять же, это, наверное, талант дипломата. Потому что папа, даже когда он был с чем-то несогласен, он не всегда высказывал свое мнение, уважение к людям и желание войти в положение того или иного человека. Папа никогда ни на кого не давил. Ни на работе, ни в семье. Он умел убеждать. Дар убеждений у него был и есть совершенно фантастический. И я думаю, что вот эти качества как раз и позволили папе удерживать коллектив и притягивать к себе тоже очень яркие личности. Кстати, еще одна черта папина, на которую я хотела бы обратить внимание, это умение привлекать к себе ярких, талантливых людей. Вы знаете, есть же руководители, которые боятся конкуренции и стараются в своем окружении зачистить поле, если можно так сказать, и всех талантливых людей удалить на какое-то расстояние. Вот папа, так как сам был человеком неординарным и очень талантливым, он никогда не боялся привлекать к себе талантливых и неординарных личностей. И это позволяло нашему кардиоцентру в течение долгих десятилетий сохраняться на таких лидирующих позициях, как в науке, так и в лечебной деятельности. Это очень похоже на то, что в свое время говорил Академик Капица, на предмет того, что человеку не надо мешать работать. Да. И действительно, кардиоцентр всегда был на лидирующих позициях. И крайне приятно, когда ты видишь письма от таких великих людей, как Браунвальд, который тебя признавал своим. Потому что сейчас, как бы кто ни говорил, все-таки разделяют российскую медицину от европейской, от американской. А тогда совершенно сложно это представить, но в 60-е, 70-е годы к нам приезжали учиться. Это совершенно удивительно, конечно. Не могу не вспомнить, конечно, про тромболизис, Ирина Евгеньевна, поскольку это целая веха, это часть истории, Евгений Иванович. Расскажите, как это было? Ой, я тогда не могла быть очевидцем, потому что я тогда только родилась в этот день. Но, конечно, папа шел к этому событию, к первому тромболизису у человека в течение долгого времени, ставил эксперименты, даже проводил эксперименты на себе. Но так как это был препарат очень тяжелый, как говорят врачи, то есть очень серьезный, имеющий потенциально побочные эффекты большие, папа не решался ввести ему, его человеку. И здесь привезли в клинику пациента, мужчину, который инфаркт миокарда сочетался с тромбозом артерии ноги. И, конечно, такой тяжелый, эксквизитный случай, без помощи пациент бы скончался. И вот видя уже, что ситуация отчаяния, и без какой-то помощи пациент вскоре погибнет, папа решился на ведение тромболитика. Тромболитик был удачный, растворился тромб в ноге, и инфаркт миокарда был локализован. И вот 5 октября 1961 года как раз вот эра начала тромболитической терапии. Это очень такой вот показательный случай. Вообще в жизни папы, он описал это в своих многочисленных книгах, было очень много интересных таких событий. Когда читаешь, думаешь, боже мой, специально никогда бы этого не придумал. Я думаю, что когда-нибудь по папиным книгам сделают кино, и это будет очень увлекательное зрелище. Потому что жизнь, она более сложная, более увлекательная, чем все придуманные романы. При такой загруженности, и психоэмоциональной в том числе, очень часто наступает, особенно во врачебной среде, выгорание, к сожалению. Как вы думаете, что помогло Евгению Ивановичу оставаться всегда на плаву? Ой, трудно сказать. Я думаю, то, что он мог переключиться. Несмотря на ужасную занятость, у папы были хобби. Хобби — это была его охота. Это горы. Папа обожает горы. Он альпинист, даже какие-то у него есть медали как заслуженного альпиниста. Да, он очень интенсивно работал. Но он умел как-то расслабиться, съездить на один-два дня в горы, переключиться, съездить на Волгу. Он же родился в Нижнем Новгороде, в городе Горький. И вот как это, Волгарий или Волжанин называется, он очень любил. Хорошо плавает. И он вот на один-два дня отключался абсолютно от всех проблем. Ну, по мере возможности, конечно. И это давало ему силы. Я вообще всегда потрясалась, как папа может за недолгий срок так восстанавливать. Восстанавливает свои силы, работоспособность. Мне кажется, он бы не смог 24 дня отдыхать, как было принято в Советском Союзе. Потому что, ну, он и сейчас такой. Вроде вот папа устанет, ой, я уже устал, посидит какое-то время, а потом говорит, ой, нет, нет, вот день-другой, как же так, я должен работать. Это вот его такой вот неуемный характер до сих пор, наверное, позволял ему так сохраняться на плаву и восстанавливаться. Вообще, мне кажется, что у папы какая-то внутренняя энергия, что он ее как-то вырабатывает, и она его поддерживает изнутри. Я полагаю, что Евгений Иванович с Теслой, конечно, знаком не был, но то, что совершенно точно у него какая-то действительно потрясающая внутренняя энергия, добрая внутренняя энергия, это правда. Мне представляется, что, несмотря на все ученые степени, заслуги, самое главное для врача все-таки это эмпатия. И вот как раз Евгений Иванович про эмпатию говорил постоянно, начиная с разговоров со своей мамой и заканчивая пятиминутками, которые проходили в кардиоцентре. Что такое было для Евгения Ивановича эмпатия, и почему это было для нее настолько важно? Я думаю, что папа вообще очень внимательный к людям человек. Кстати, вот это идет от бабушки. Бабушка тоже была врачом. Я вспоминаю, она была уже очень пожилая, и в доме она до последних дней своей жизни помогала как врач своим соседям. Ее приглашали делать уколы. Она ходила и консультировала своих соседей. И вот, наверное, этот дар, эта эмпатия, как вы говорите, передалась папе. И я считаю, что это, наверное, что-то наследуемое по бабушкиной линии. Наверное, это такой тоже дар, который передался папе. Объяснить не могу. Это очень любопытно, поскольку, когда у меня состоялся редкий разговор тогда с Евгением Ивановичем, он сказал, в общем-то, две вещи. Это как раз эмпатия и призвание. Это действительно ключевые вещи, которые должны быть в медицине, потому что без призвания, как мне представляется, в медицине делать нечего. А если уж ты стал врачом, то самое главное – это действительно отношение к пациенту. И ведь он действительно об этом говорил очень часто. Да, безусловно, это ключевой момент. Вот иногда я думаю, что важнее – знания какие-то формальные или любовь к пациенту? И мне кажется, что даже любовь к пациенту иногда бывает важнее каких-то формальных знаний. Потому что из моего опыта разбора врачебных ошибок подавляющее большинство их случается у врачей, которые невнимательно не любят своих пациентов. Потому что если ты внимательный к пациенту, да, ты сейчас чего-то не знаешь, но ты возьмешь книжку, прочитаешь, посмотришь в интернете, и это узнаешь. Если для тебя твой пациент безразличен, ты формально отнесешься к нему, сделаешь как-то все приблизительно, и это может привести, конечно, к самым печальным последствиям. Я считаю, что эмпатия – это самое главное, что должно быть у врача. А, конечно, знания, если у тебя есть эмпатия, они обязательно у тебя будут. Потому что ты не сможешь не обучиться, как помогать людям. Ирина Евгеньевна, в пяти словах, пожалуйста, охарактеризуете Евгения Ивановича? Ой, это очень сложно, потому что вообще я тоже, наверное, такой человек эмоциональный, как папа. Я не могу себя как-то заключить в прокрустовую ложе пяти определений, но если так вот напрячься и подумать, то это порядочность, это любовь к людям, это интеллигентность совершенно несовременная, это любовь к работе и преданность своему делу. И, наверное, последнее – это, наверное, желание жить. Потому что вот папа большой жизнелюб, и вот ему будет 90 лет скоро, наверное, наша передача выйдет в день его 90-летия. Вот до сих пор папа не утратил любовь к жизни и желание жить и творить. Наверное, в совокупности все те пять качеств, которые вы обозначили, они и формируют такое понятие, честно абсолютно, как гениальность. Потому что Евгений Иванович – это человек гениальный. Ирина Евгеньевна, что бы вы хотели пожелать академику Евгению Ивановичу Чазову? Долгих лет жизни, конечно. Чтобы он радовал нас своим присутствием в этом мире. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо.